В Новгороде были найдены древние гусли, на которых изображены ящер, лев и птица. Что символизируют эти животные? Вы не знаете? А вот участники интеллектуальной игры «Моя история» точно в курсе. Праздничным вечером в центре Ставрополя состоялось состязание между командами-знатоками истории России. Принять участие мог каждый. Среди участников были и преподаватели исторических наук, и просто любители. От мала до велика. Сегодня, как мы все знаем, праздник у всех, у всей страны, День России, поэтому мы символично решили провести на открытой площадке игру подобного плана. Такие игры центр «Патриот» проводит постоянно, но праздничное состязание состоялось впервые. Команды ответили на 30 вопросов, посвященных истории государства. Расскажите, кто сейчас в вашей команде? Мои товарищи и друзья. Вы увлекаетесь историей России? Есть немного. Вообще из-за спортивного интереса очень хочется поотвечать вопросы, может быть, даже что-нибудь новое узнать. В итоге выбрали победителей. Их наградили памятными подарками, остальным командам вручили благодарственные письма. Ну а после окончания напряженной интеллектуальной битвы всех желающих пригласили отдохнуть на дискотеке русского радио. Какой же День России без нашей любимой отечественной музыки? Русское радио устраивает сегодня дискотеку для самых ярых любителей зажечь. Посмотрим, с каким настроением пришли сюда ставропольчане. Настроение отличное, да, Полин? Да. Мы сегодня вышли с семьей прогуляться, отпраздновать. Сегодняшний праздник, День России. Прекрасная погода, хорошее настроение, хорошие добрые люди, прекрасная музыка, поэтому мы здесь. Нам отлично, нам очень весело, очень здорово, очень, да, классно нам. Что пожелаете ставропольчанам в День России? В День России я пожелаю мирного неба над головой, я пожелаю, чтобы у всех было прекрасное настроение, чтобы было все то, что они хотели бы в их жизни. Ну что, будем танцевать и зажигать сегодня? Конечно! Что вы пожелаете ставропольчанам в День России? Всего хорошего, счастья, улыбок! День России – праздник для всей семьи, поэтому на дискотеку пришли и взрослые, и дети. Даже те, кто просто проходил мимо, не смогли остаться в стороне. А самые активные участники вечера получили подарки. Сегодня такой, мне кажется, получился уютный семейный формат праздника, но это действительно традиция. «Русское радио», потому что мы, наверное, одна из самых патриотичных радиостанций, формат, который предполагает исключительно русскую музыку. И, как вы, наверное, заметили, ее знают, любят, песни эти поют. Мне кажется, что это вполне логично. «Русское радио» и День России – такой хороший тандем. Участники конкурса «Гляделки» стали самыми яркими гостями праздника. Теперь мужчины смогут сражать на повал не только взглядом, но и улыбками. Сертификаты на отбеливание в студию «Смайл Прайм» порадовали победителей. А они, в свою очередь, поделились секретом успеха. Олег, расскажите, как вы смогли выиграть в таком сложном состязании? Прежде всего, это стойкость, брутальность, серьезность. В этот вечер никто не остался без подарков, ведь сладкие сюрпризы получили все гости праздника. Где работают корреспонденты АТВ, всегда происходит что-то хорошее. Сегодня, в День России, на дискотеке «Русского радио» магазин МКС дарит ставропольчанам мороженое. А лакомство непростое. АТВ-шка, угощайтесь! Но подарки были подготовлены не только для гостей праздника. Юная жительница Ставрополя попросила АТВ исполнить ее желание. Вероника захотела подарить всем жителям Ставропольского края стих. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, поле, каждый колосок, печка, небо голубое. Это все мое родное, это Родина моя, всех люблю, на свете я. Громкий смех, яркие улыбки и много танцев. Именно таким гостям праздника запомнится День России 2022. Кристина Дючкова, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.